Автобусы, троллейбусы, маршрутки, автомобили и мотоциклы. К этим видам транспорта мы все уже привыкли и просто не обращаем внимания на чихание и кашель, сопровождающиеся черными клубами дымка вышеназванных транспортных средств. Неудивительно, куда же мы без них? Можно, с ними, но экологично. Развитие зеленого транспорта в мире сегодня в приоритете. Это электробусы. И вот первый зеленый уже есть в Бресте. Это первая ласточка в выздоровлении воздуха в областном центре. Первыми пассажирами стали дети, ведь презентовали электробусы в День защиты детей. Конечно, что нужно современным детям, да и не только им? Интернет. Кстати, теоретически электробус можно оснастить интернетом, но пока уже есть зарядки. Ура! А еще в начинке камеры. Водителю видно, что происходит в салоне. Теплая и холодная подсветка. В электробусе мест для сидения 30. Еще 39 пассажиров могут ехать стоя. Имеется место для колясочника. Новый зеленый транспорт полностью экологичен и функциональен. Электробус может проехать 280 километров на одной зарядке. Зарядная подстанция стоит на базе троллейбусного парка. На медленной зарядке заряжается порядка пяти часов. Экспресс-зарядку мы еще не пробовали, ну, не было необходимости. Поэтому с утра, зарядившись, он выезжает на маршрут, отрабатывает нормально целый день и потом опять уезжает в парк на зарядку. Ну, пока планируем так. Ну, жизнь покажет, как будет дальше. Петр Воробей в Бресте первый водитель электробуса. Опытный, с немалым стажем. Но волнения присутствуют. Пришлось повышать категорию, изучать технические характеристики. Сегодня он дока в этом вопросе. Комфортная машина. Уже более современная. Тихо. Это нет ни дыма, естественно, ни шума, как от двигателей, как в автобусе. Чем отличается от автобуса. Чем отличается от троллейбуса, ну, это понятно. Линия. Ты не привязан к проводам. Нет только приемников. Ты повернул налево, повернул направо, отклонился. То есть, объехал какое-то препятствие. Можно заехать в спальный район. В зависимости от маршрута. Покатаемся, посмотрим хотя бы вот поехать. День, недельку, месяц покатать. И уже будет понятно. И, как завод сказал, то есть, если они хорошо себя зарекомендуют в течение года, будут ставить серию. Пока по одной на область. Да, пока зеленый электробус на Брещене первый. К нему пристальное внимание. Интересно, что собой представляют, чем отличаются, каковы технические характеристики. Все эти вопросы задавал водителю мэр города Александр Рогачук. Это первый электробус, но очевидно, чтобы улучшить экологическую ситуацию, Бресту требуется ни одна и ни две таких единицы. В целом, нужно переходить на электротранспорт. Да, это удовольствие не из дешевых, но в данном случае овчинка выделки стоит. Для того, чтобы сделать полноценный маршрут, нужно шесть таких автобусов. И наша мечта сделать основной маршрут именно или от областной больницы, или центральной городской больницы до нового автовокзала полностью электрически. Поэтому на следующий год приоритет понятен и очевиден. Посмотрим, обкатаем, увидим экономику этого дела. Но мне кажется, что обратного пути нет. И это правильное направление, которое выбрало руководство страны и области. И, естественно, поддерживается руководством города. Очень комфортно. Как сказал водитель, он готов был еще ехать еще тысячи километров. Это самое главное. Комфорт пассажиров, комфорт водителя. А комфорт водителя – это его, соответственно, отсутствие усталости, безопасности и прочее, прочее, прочее. Поэтому нормальная, хорошая, правильная, нужная тема. Месяц электробус будет работать в тестовом режиме. Затем планируется запустить его в систему городского транспорта. Увидим его на центральной городской дороге, маршрут, областная больница, автовокзал. С комфортом прокатились в электробусе Ирина Левчук, Александр Воронин.